Девушки отдыхают «Кто хоть однажды видел Италию, тот никогда больше не будет несчастным». Так говорил Гетте, и мы с ним полностью согласны. Приглашаем вас в захватывающее путешествие по этой восхитительной стране, где каждый уголок – неиссякаемый источник вдохновения и положительных эмоций. Уютные узкие улочки, запах моря и свежеиспеченной пиццы, приветливые лица прохожих, роскошные палаццо и, конечно, богатая история. Приготовьтесь, наше приключение по северу Италии начинается! Сегодня в программе. Друзья, я сейчас нахожусь в самом первом древнем музее про Египет, который открылся еще аж в 1824 году. И по сей день радует гостей и, конечно же, туристов, таких как я. В этом музее представлено свыше 30 тысяч экспонатов. Их даже доходит на сегодняшний день до 40 тысяч. И чтобы изучить их все, одного дня вам просто не хватит. Королевский театр или Театр Реджио – самый старейший театр Италии, ну и, конечно же, города Турина. Он пережил очень интересную, но и одновременно сложнейшую свою судьбу. Он до сих пор радует своего зрителя оперными концертами по сей день. Турин является одним из самых популярных среди городов Италии. Однако далеко не многие могут сказать, что знают этот город. Открывая неизвестную Италию, мы познакомим вас с этим удивительным местом. Мы отправимся в самое сердце города Турина, чтобы разгадать загадки прошлого. Итальянское название города – Торино, что означает «маленький бык». Этот город полон различных символов, необычных статуй, обелисков, посвященных правителям или знаковым событиям, когда-либо произошедшим в нем. Турин – город, сочетающий в себе строгую аристократичность и в то же время готовность к экспериментам. В этом городе существует множество музеев, галерей, дворцов, в которые ныне разрешен доступ жителям и гостям города. Культурная жизнь Турина весьма насыщена и разнообразна. И ведь не зря в 2017 году этот город был признан одним из самых популярных туристических направлений. Его называют культурной столицей Севера Италии. И этот титул он с гордостью подтверждает уже не одно столетие. А сегодня мы начнем наш маршрут с самой посещаемой площади – Пьяцца Кастелло. К Пьяцца Кастелло примыкают четыре основных улицы города. Среди них – Виа Гарибальди, длина которой составляет 963 метра. Она хоть и не самая длинная пешеходная улица Европы, но прочно удерживает второе место. Пьяцца Кастелло или Замковая площадь. Своими фасадами здесь красуются главные здания города, а в центре находится прекрасный дворец Мадама, известный также как Дворец двух фасадов. На площади также установлены три больших памятника. Первый – рыцарю Италии, памятник посланнику Сардинской армии. Его установили перед Дворцом Мадама в 1859 году. Палаццо Мадама, как, впрочем, и Палаццо Реале, представляет собой открытую книгу истории. Их мы обязательно посетим и покажем вам в следующих выпусках. Стоит отметить, что Италия может похвастаться более 60 действующими оперными театрами. Помимо известных во всем мире Миланского Ла Скала, Венецианского Феничи и Неаполитанского Сан-Карло, являющихся признанными шедеврами архитектуры, в Италии насчитываются десятки театров с давней историей, носящих немалый вклад в национальную и европейскую оперу. Итальянцы обожают театр. Своими корнями он уходит в далекое Средневековье, когда выступления представляли собой мистерии, позднее – любительскую итальянскую комедию с участием забавных персонажей, что стало предпосылкой для появления комедии Дель Арте. Театр становится придворным развлечением. К примеру, Баромео – известное аристократическое семейство Милана, представители которого до сих пор играют важную роль в городе, а также в окрестностях Лагу Маджоре, на острове Изола Мадре создали самый настоящий кукольный театр. Коллекция дошла до наших дней в своем первозданном виде, а декорации для нее создавали именитые художники театров Ла Скало в Милане и Реджио в Турине, который также расположился на площади Пьяца Костелло. Этот прекрасный оперный театр был построен в 1740 году. Отправляемся туда, чтобы насладиться красотами старейшего театра города. Королевский театр или театр Реджио – самый старейший театр Италии, ну и, конечно же, города Турино. Он пережил очень интересную, но и одновременно сложнейшую свою судьбу. Но до сих пор радует своего зрителя оперными концертами по сей день. На протяжении долгих лет театр Реджио ведет шутливое соперничество с миланским Ла Скало, знаменитым своими постановками Опер Верди, а также ежегодным фестивалем, проходящим в октябре, посвященным творчеству великого итальянского композитора. Впрочем, оба театра представляют историческую ценность и гордость Италии, поэтому сравнивать их, выделяя один, не представляется возможным. Истоки театра Реджио берут начало в XVIII столетии, когда Виторио Амидео II поручил архитектору Филиппо Юваро спроектировать и построить большой новый театр, как часть общей реорганизации городской площади Пьяца Костелло. Узнать больше об истории театра нам посчастливилось из первых уст. Директор Сильвано Массачези рассказала о секретах Реджио. Королевский театр, театр Реджио, один из старейших оперных театров Италии. Он был построен в 1740 году. Строительство было поручено известному архитектору Филиппо Юваре, после смерти которого достроил здание театра другой архитектор Бенедетто Альфьери. Роскошный по тем временам зал вмещал 2500 зрительских мест. В период с 1792 по 1798 год театр был закрыт. В 1905 году театр был реконструирован. Убраны четвертые и пятые ярусы, расширен амфитеатр. Во время Первой мировой войны театр Реджио был закрыт и вновь открыт в 1919 году. В ночь на 8 февраля 1936 года весь театр, кроме фасада, был разрушен сильным пожаром, после чего почти 40 лет не работал. После пожара театр решено было перестроить практически полностью. В 1965 году был объявлен конкурс, который выиграли архитекторы Карло Моллино и Марчелло Дзавилани Росси. Работы по восстановлению театра начались в 1967 году и завершены в 1973. Зал эллиптической формы теперь вмещает 1750 зрителей. Этот театр имеет огромное культурное значение в Италии. Над постановками трудились не только итальянцы, но и большое количество приглашенных из-за рубежа иностранных специалистов. Гастролировал театр не только по странам Западной Европы, но и в Азии, Северной Европе и, например, Шотландии и Финляндии. Театр Ла Скала более известен, чем театр Реджио. Ла Скала является одним из самых известных театров не только Италии, но и мира, конечно. У нас в Турине потрясающий оперный театр. Тут, наверное, не очень правильно измерять значимость театров по их популярности и известности. Замысел постройки театра был завершен лишь много лет спустя. Театр Реджио в Турине, построенный в рекордные два года, был торжественно открыт 26 декабря 1740 года. Он сразу же стал пользоваться международным успехом из-за своей вместимости. Около двух с половиной тысяч мест великолепных украшений в зрительном зале с куполом, расписанным Себастьяну Галлиотти, впечатляющих сцены и технического оборудования, а также качество увлекательных выступлений. Каждый сезон начинался 26 декабря, совершался окончанием карнавала и включал в себя две новые серии оперы, написанные специально для театра. Более того, здесь пели самые известные Примадонны эпохи, что решающим образом способствовало успеху спектаклей. В зрительном зале вы можете видеть уникальную люстру в форме облака. Ее конструкция представляет собой 1900 стержней из органического стекла, на которых расположены 1762 лампочки. Люстра впечатляет своей красотой и масштабностью. Она действительно уникальна. Ясно. А как насчет выступлений? На данный момент в театре царит немного нервозная атмосфера, потому что завтра у нас состоится премьера оперного сезона. Вы видите, на сцене смонтированы декорации, лестница для хора. А в этих декорациях нет ничего необычного. Они весьма стандартные, максимально точно воплощают задумку автора. Наши оркестры и хор очень известны. Они много выступают за рубежом. Состав, так же как и руководство оркестра, у нас интернациональные. Хорошо. А вот это? Известный итальянский оркестр? Да, да. И надо сказать, что иметь такой международный, скажем так, интернациональный коллектив, это действительно большая удача для нашего легендарного театра, театра Реджио. А вот посмотрите туда. Это будка для суфлера. Скажите, а это что такое? Посмотрите, вот здесь. Который помогает исполнителям сложные моменты выступления, подсказывает слова точно перед музыкальной фразой. Да, большинство певцов итальянцы. В оркестре все итальянцы? Да. Да, большинство певцов итальянцы, но у нас выступают и иностранные звезды. Русские, португальские артисты. Но подавляющее большинство исполнителей, конечно, все-таки итальянцы. Безусловно. Сильвана, gracias. Спасибо большое. Другими важными композиторами в истории Реджио являются Джакомо Пучини и Рихард Штраус. После закрытия в военное время театр посвятил себя репертуарным операм. Под руководством Карло Альберто зрительный зал получил неоклассический отпечаток. В середине века в программирование было внесено несколько изменений. Интересный факт, что в ночь с 8 на 9 февраля 1936 года здесь произошел ужаснейший пожар, который полностью разгромил театр. В театре оперы и балета к сезону, который предусматривает не менее 10 наименований, с октября по июнь присоединились многие другие мероприятия. Симфо-хоровые и камерные концерты, ряд спектаклей в Пикколо Реджио, предназначенные для новой аудитории и для семей с детьми. Новый зал имеет 1750 мест. Горожане очень любят свой театр и гордятся им и его историей. Восстановленный в современном стиле, театр является центром художественной и культурной жизни Турина. В Италии находится около 60% всемирного культурного мирового наследия. Звучит действительно внушительно. Это уникальная страна, которая на протяжении столетий восхищает своей любовью к традициям и бережному сохранению культурных ценностей. По всем регионам Италии, а их в этой стране целых 20, разбросаны достопримечательности, полюбоваться на которые хотя бы раз мечтают люди во всем мире. Турин в данном случае не исключение. Этот город – средоточие уникальных музеев, памятников архитектуры, культурных центров, древних базилик с богатой историей и многого-многого другого. Здесь находится второй по величине в мире музей-собрания древней культуры Египта. Будучи в Турине, постарайтесь найти время для посещения этого музея. Вы точно не пожалеете. По богатству и ценности экспозиции он уступает только Египетскому музею в Каире. Ну что, заглянем? Друзья, я сейчас нахожусь в самом первом древнем музее про Египет. Древний Египет, который открылся еще аж в 1824 году. И по сей день радует гостей и, конечно же, туристов, таких как я. В этом музее представлено свыше 30 тысяч экспонатов. Их даже доходит на сегодняшний день до 40 тысяч. И чтобы изучить их все, одного дня вам просто не хватит. Туринский Египетский музей ведет свою историю еще с 18 века. Зачем, спросите вы, итальянцам столько египетских древностей? Все началось с момента, когда король, Карл Эммануил III, начал собирать коллекцию предметов, связанных с Египтом. Первым экспонатом коллекции стала табличка, привезенная королю из древнего египетского храма. После того, как она оказалась в руках короля, он отправил в Египет ученого Виталиано Донати с целью поиска других подобных древностей. Донати прибыл в Александрию, где начал приобретать предметы древнего искусства. Все его находки отправлялись в Турин. Стараниями Донати вскоре собрание пополнилось тремястами старинными артефактами. Отец египтологии, Жан-Франсуа Шампальон, говорил, дорога в Мэмфис и Фиве лежит через Турин. И действительно, коллекция здесь просто богатейшая. Встретившись с куратором экспозиции, мы узнали много интересного и необычного об этом месте. Добро пожаловать в Египетский музей Турина. Я рада представить вам коллекцию нашего музея. Меня зовут Олесия, я куратор Египетского музея. Наша коллекция берет начало в 1824 году, когда сардинский король Карл Феликс, не скупаясь на издержки, приобрел для своего музея собрание Бернардино Дроветти, который, представляя интересы Наполеона в Каире, на протяжении многих лет скупал египетские древности. Здание, где первоначально находились экспонаты, было перестроено под руководством архитектора Джузеппе Мария Талуки и Алессандро Мазукетти. Пространство музея значительно увеличилось, и уже в 1832 году музей открыли для широкой публики. В продолжении XIX века музей пополнился собраниями египтолога Эрнесту Скеппорелли. Экспонаты музея расположены в хронологическом порядке, начиная от так называемого доисторического Египта, заканчивая эллинистическим Египтом и современным мусульманским Египтом. Особо ценными экспонатами нашей коллекции являются знаменитая статуя Рамзеса II из коллекции Бернардино Дроветти, а также древние папирусы. В нашем музее находится множество ценных предметов быта и искусства, представляющих огромную историческую ценность. Эта коллекция одновременно позволяет детям всех возрастов узнать много нового о культуре древних египтян. В то же время это совсем не скучно, а напротив весьма захватывающе изучать историю в таких замечательных музеях. Здесь находятся египетские скульптуры, выполненные из красного и черного гранита, диорита, а также кварцита, как, например, данная скульптура. Все работы очень тонкие, очень изысканные, выполненные с большим художественным вкусом. Посмотрите. И это несмотря на то, что в те времена в распоряжении у скульпторов были только самые простые инструменты. То же самое касается и бронзовой скульптуры. Широко известно, что древние египтяне были очень искушенными строителями и инженерами, отлично владели материалами, что позволило их цивилизации оставить после себя такие огромные монументальные строения. В 1824 году вспыхнула самая настоящая мода на коллекционирование египетских древностей. И король Карл Феликс, объединив коллекции египтолога Виталиано Донати с принадлежавшими Королевскому дому с собой и старинными экспонатами, дал жизнь музею, первому египетскому музею в мире. Сейчас в музее, который располагается в старинном здании Академии наук, около 40 тысяч объектов. Музей поражает не только богатством и разнообразием экспозиции, но очень эффектной подачей. Как вы видите, стены и потолки залов выполнены из зеркального материала, витрины отражаются в потолке, умело подсвеченные статуи двоятся, отражаясь в стенах, пространство и без того больших залов кажется бесконечным. Мы находимся в галерее, в зале, где представлены статуи фараонов, сыгравших значительные роли в истории Древнего Египта. Первый и, пожалуй, самый знаменитый фараон в египетской истории – это Арамзес II. Перед нами статуя, выполненная из черного диорита. Фараон изображен сидящим на троне. Посмотрите, какой он величественный. Сбоку у царского трона стоят великая супруга царская, Нефертари, любимая жена Арамзеса и его, старший сын, наследник престола, носитель апахала справа от его величества. Держащий в руках апахала Ху – символ своего высокого положения. Арамзес изображен совсем молодым, выседающим на троне. На его голове военная синяя корона, а в руках царский скипетр. Все это выглядит очень представительно. На теле царя огромные мускулы, которые прекрасно переданы скульпторам. Надета поверх набедренного опоясания тонкая гофрированная туника с бахрабой, завязанная узлом под грудью. Шею украшает широкое жерелье, на ногах – сандали. Рост Арамзеса превышал 190 сантиметров, что было существенно выше среднестатистического египтянина того времени. Неудивительно, что фараон слыл великаном. Рамзес II правил приблизительно с 1279 по 1213 год до нашей эры – 66 лет. Он прожил долгую и плодотворную жизнь. Эта статуя, безусловно, является лучшим портретом. Существует легенда, связанная со статуей Рамзеса II, которая гласит, что этот грозный правитель был дедушкой Моисея. Согласно истории Ветхого Завета, Моисей был еврейским мальчиком, которого мать, желая спасти от смерти, тайком отдала на воспитание в дом фараона. Моисей вырос, возмужал, но у Бога был особый план для его жизни. Ему выпала важная миссия – вывести еврейский народ из Египта, где они находились в рабстве более 400 лет в обетованную землю. Как мы уже сказали, свой вклад в развитие музея и пополнение его коллекции вносили такие известные ученые-египтологи, как Франсуа Шампальон и Эрнестус Гепарелли. Формирование коллекции продолжалось до 20-го столетия. Большое значение для историков, археологов и просто любителей египетской древности имеют различные пакирусы. Наиболее известен царский папирус – свиток с перечислением всех исторических и мифологических персонажей, которые когда-либо правили Египтом в порядке преемственности, их возраста и годов правления. В свитке упомянуты имена правителей, в том числе и Рамзеса II, и кратко описаны их главные достижения. Общая длина папируса составляет около 170 сантиметров, однако он представляет собой не цельный свиток, а множество фрагментов разного размера, некоторые из них чуть больше сантиметра. Это произошло из-за того, что хрупкий свиток при перевозке в Турин рассыпался на мелкие фрагменты, и реставраторам пришлось изрядно потрудиться, чтобы его сохранить. Ход времени нельзя остановить, но неизменным всегда остается одно – изысканность, красота, вкус, многогранность, история, которая оживает здесь буквально в каждом уголке. Впереди нас ждут новые открытия, новые места и, конечно, приключения. Замаскированные на улицах зачастую достопримечательности трудно обнаружить, но с помощью нашей программы вы не пропустите ни одной из них. В этой программе мы лишь слегка прикоснулись к пыльным страницам истории и культуры Турина, но он таит в себе гораздо больше. Турин – город контрастов. Здесь будет интересно каждому – дворцы, музеи, достопримечательности. Я краски отправляюсь в следующее увлекательное место. Это неизвестная Италия. Турин – город контрастов. 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 Турин – город контрастов.